Друзья, для тех, кто переживал за нашу свинку, куда она подевалась, она вот здесь. Она вообще всё, что можно было здесь, сожрала. Видите, как тут пришлось залатать, поставить такие заплатки. Она и сетку железную, и дерево всё это сжирает. Поэтому, да, вот она живёт здесь. Вот она. Свинка, 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 свинка. Да. Видите, как она всё съела? И вот тут у неё появилась новая лазейка. Она вот здесь высовывает свою морду и здоровается за всеми. Да, привет, привет, привет. Привет, 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 привет. Если ещё кто-то думает, держать ли дома свинку, не советую. Не советую. Лучше всё-таки свинью держать за пределами квартиры, потому что она вот так действительно всё съедает. Может съесть у вас и паркет, и обои, и как бы вообще очень сильно попортить вам жилище. Хрю-хрю. Сейчас, подожди, мы тебя выпустим. Чуть попозже. Вот такую вот резиденцию. Муж сколотил. Я уже это показывала, просто некоторые, видно, не видели это видео, и спрашивают меня постоянно в комментариях, как же ваша свинка, где же ваша свинка. Ну вот для тех, кто не знает, где наша свинка, вот она здесь. Друзья, вы в комментариях много спрашивали, как же мы отпраздновали главный корейский праздник Чусок. Чусок – это праздник урожая. Некоторые ещё называют его корейским Днём Благодарения. По традиции, в этот день корейцы собираются с семьями, посещают могилки предков, готовят специальные традиционные блюда и так далее, и тому подобное. Более подробно, если вам интересно, можете посмотреть на том же Ютубе. Здесь большое количество роликов есть на эту тему. Мы же, что касается нашей семьи, сейчас, наверное, я многих разочарую, никогда подобные праздники в Корее не отмечаем. То есть именно традиционные какие-то ритуалы никогда не проводим. У мужа есть мама, есть родственники, их довольно много, но все они довольно современных взглядов. Как правило, на все праздники они просто путешествуют, либо по стране, либо за её пределами. И не только наша семья такая оригинальная, уникальная. В праздничные дни все аэропорты Кореи просто переполнены. А рейсы куда-то за границу, ближайшие зарубежья, раскупаются ещё за несколько месяцев вперёд. Также многочасовые пробки на дорогах не всегда свидетельствуют о том, что все прям рванули в отчий дом. Многие просто едут отдыхать, так как выходные довольно длинные. Кстати, мы искали пеншин заранее, чтобы не пикниковать опять вот так на заводе, но мест не было нигде уже за две недели до праздника. Те, кто живёт в Корее, знают, какое количество пеншинов или пансионов на один квадратный километр здесь. Нигде в мире, наверное, больше нет такого количества загородных вот этих вот домиков отдыха. Но, тем не менее, все они были забиты на праздники. Наши друзья, вот эти вот, корейская семья, оказались в такой же ситуации. Они хотели поехать в кемпинг с палатками, но все места в кемпингах Кореи в эти дни были заранее зарезервированы. В итоге имеем то, что имеем. Часок отмечаем на заводе. Как видите, далеко не все корейцы в нынешнее время чтят традиции, хорошо это или плохо, но в Корее всё меняется. Что касается какой-то разницы менталитетов, которые всех так пугают, меня это миновало, слава богу. Муж у меня абсолютно либеральный. Несмотря на свой возраст, семья его абсолютно прогрессивная. В общем, мне в этом плане повезло, можно сказать. Вы часто спрашивали меня также про свекровь, про наши с ней отношения. Так вот, несмотря на свой почтенный возраст, ей 78 лет, она ведёт настолько активный образ жизни, что у неё совершенно нет времени с нами встречаться часто. Я с ней всего встречалась на два или три раза, но дети чуть побольше. Несмотря на то, что она родилась и всю жизнь прожила в Сеуле, недалеко от нас сейчас, сейчас мы живём в Подсеуле, и она в Сеуле, но тем не менее, видимся мы очень редко. Вообще, вся семья мужа, они коренные сеульчане, папы у моего мужа уже нет в живых, к сожалению. Да, вы спрашивали, как мама мужа отнеслась к браку сына с иностранкой. Если честно, я понятия не имею, ни мой муж, ни я, родители не спрашивали перед тем, как создать семью. Да, правда, это детский сад какой-то, я не верю, что такое ещё существует в 21 веке. Чтобы дети спрашивали родителей, вступить ли им в брак или нет. Хотя я слышала, что такое действительно бывает. Сейчас у нас отношения нормальные в те редкие встречи. Все друг другом, в принципе, довольны. Мы со свекровью даже в караоке ходили. Она хорошо поёт, она очень часто выступает где-то по Корее. Участвует в всяких мероприятиях, получает призы. Она много путешествует, с ней очень интересно поговорить. Внучек она сильно любит, но не часто. Такое отношение вообще к внукам очень распространено в Корее. Здесь на стариков повесить внуков редко, когда прокатит, как в России. Здесь считается, что на старости лет люди, которые и так подняли своих детей, имеют право на отдых и личную жизнь. Внуки раз в несколько месяцев, на один часик, окей, не больше. Ну, хотя всё у всех, конечно, по-разному. Кому как больше нравится, тот так и живёт. Нету каких-то рамок и ограничений. Ну что ж, надеюсь, я утолила ваше любопытство. Если что-то ещё вас интересует, не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях. На самые интересные вопросы всегда сниму видео. Всех вас люблю и обнимаю. Всем пока!